Здесь первый раз в университете Кокшетовский. И я думаю, здесь поделиться опытом. Я долгое время работал в музеях. И преподаю тоже культурные истории, истории Риги и музеологии в Бензенской высшей школе Латвии. И эта Бензенская высшая школа сотрудничает с вашим университетом. И по обмену преподавателей я здесь нахожусь вместе. Я сперва в вашем университете узнал наших коллег, которые здесь побывали. В этом году из нашего направления по туризму тоже два преподавателя побывали в вашем университете. И я, когда выбрал цель посетить университет, я уже познакомился, что какие люди были у меня, когда основали ваш университет, и как продвигался эти, наверное, на вашем университете тоже скоро какое-то круглое юбилея, да, недолго до 20-летий, да. Это интересно. Видно, как развивается университет практически с нуля, да, за несколько десятилетий. Это в сравнении с традиционным университетом, который там считает свою историю веками, да, это какой-то маленький разрез времени. Но это очень важно, когда он сам видит в своих глазах, как это развивается. Сегодня второй день в вашем университете. Вчера мы проходили маленькую экскурсию, нас познакомили с историей университета, с достижением университета, посмотрели аудитории, побеседовал с преподавателем, и сегодня тоже уже у меня была первая реакция с студентом, побеседовал с студентом, и мне вот первое впечатление, что вот интерес к предметам, которые я преподаю здесь, немножко поговорили по истории в Африке, по истории Казахстана, и что очень много у нас как-то общих, общих интересов, и вот как-то в будущем могли что-то нибудь совместное, еще какие-то хорошие дела продвинуть, или это будут какие-то студенческие конференции, или это будут какие-то более-менее совместные научные труды, ну и интересно, если я как преподаватель здесь по обмену приезжаю, такая возможность есть и студентам, и некоторые уже студенты из вашего университета побывали у нас в Валмере, где находится Витзенская высшая школа, и они там проходили обучение у нас. Да, это моя первая визит, ну вообще, первое посещение Казахстана, и я вот так выбрал, прилетел в Казахстан, да, ну а обратно намерен ехать поездом, чтобы побольше увидеть, да, мне тоже немножко, ну так, посещение было последний день на выставке Экспо-2017, на закрытии там побывал, ну так, и тоже впечатление о столице новой вашего государства, и, можно сказать, тоже первые такие впечатления о вашем городе. Мы вчера были в Краеведческом музее, и вот там, это удивительно, ну, можно сказать, ну, фантастический ваш музей, интересные, уникальные экспонаты, и очень такой знающий персонал, который нас познакомил с этой экспозицией. Другой город мог бы гордиться таким музеем, как у вас. Я в основном работаю в музее, я работаю в Цельском музее в Атвии, когда-то тоже работал в Волмирском музее, где находится высшая школа. Я за свои рабочие годы делал уже много экспозиций, выставок и еще другие научно-исследовательские работы, там, автор несколько монографий, да. С этим своим опытом я последние почти 10 лет делюсь студентами Медземской высшей школы, где я преподаю историю Балтийских стран, историю культуры Риги и музеологии, основы музеологии. Так что вот, ну, как-то для студентов, которые выбрали своей профессии туризм, я свои знания там постараюсь как-то передать. И, наверное, сейчас вот, в этом году мы много работаем в Латвии в целом музейной системе, ибо следующий год, 2018, столетие нашего государства, и музеи, все музеи Латвии готовят большую выставку век Латвии, который будет отражена историей Латвии в 20-м и 21-м веке. Любить свой университет, свою профессию, которую выбрали и преподавателям, и студентам.